Микс Ньюс Вы слушаете Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой Эпштейн на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья И действительно, эта неделя порадует наших слушателей классической музыки Когда я готовилась к передаче, увидела, насколько много самых разнообразных мероприятий в столице Латвии, в Риге И откроется «Культурная неделя» у нас с четверга завтрашнего дня, 28 ноября В концертном зале «Артиссимо» будет выступать Вестер Чимкунс, фортепиано И в программе у него, на мой взгляд, уникальные произведения Мариса Равеля Вообще моноконцерты достаточно сложные программы, но в то же время они позволяют погрузиться в музыку и в творчество композитора как очень полно Я люблю делать сама монопрограммы, так вот мой цикл Иоганна Себастьяна Баха, который я провожу один раз в месяц Также позволяет публике окунуться в творчество гениального композитора И вот Марис Равель – это французский композитор, который больше известен благодаря его гениальному балеро И на эту же симфоническую поэму, симфоническую пьесу был поставлен балет с Майей Плесецкой И она еще более прославила это потрясающее сочинение И тем не менее у Мариса Равеля большое количество фортепианной музыки И он писал в стиле позднего импрессионизма, который открыл сначала в своем творчестве Клод Дебюси Они как бы основывались на творчестве великих импрессионистов-художников, которые творили немного ранее, чем они Но они были все, конечно же, знакомы И у Марис Равеля это еще стало немного более сложной фактуры, еще более немного мрачная Но тем не менее очень интересная этот концерт, о котором еще расскажет нам наша гостья Которая, к сожалению, задерживается на передачу Инна Давыдова Конечно, всем вам знакомая И именно это ее концертный зал Артисима, который стал собирать и новую публику, и новых-новых исполнителей Потому что также в конце недели нашей культурной среды, в следующую среду, будет выступать уже французский пианист Но об этих концертах, я надеюсь, все-таки вам расскажет Инна Давыдова, которая придет, наверное, уже во второй части нашей передачи 28 ноября уже в большой гильдии другой уникальный концерт Это ударные инструменты Латвийского национального симфонического оркестра Будут выступать так называемые ударники Ударники называли и в советское время людей, которые много трудились Но также это и музыканты Ударники – это те, которые играют на всевозможных ударных инструментах А их огромное количество Это и литавры, и тарелки, и барабаны И еще такие потрясающие инструменты, как колокольчики, треугольник, вибрафон, маримба И вот все инструменты ударной группы симфонического оркестра прозвучат в концерте 28 ноября в большой гильдии Но в программе будет, конечно же, современная музыка Потому что все же для ударных инструментов Ни в эпоху барокко, конечно, ни в эпоху романтизма Не писали сольных сочинений И хотя вибрафон, маримба – это стали полноценные сольные инструменты И, как показывал, например, известный рижский исполнитель на вибрафоне Андрей Пушкарев, который работает в оркестре Кремерата Балтика с Гидоном Кремером И вот он как раз в сольной исполнительной вибрафоне Но здесь будут выступать другие исполнители А именно солисты Латвийского национального симфонического оркестра Это Стив Эдгар Саксон, Удис Крускопс, Атис Винтукс, Элина Энзеле, Рихард Залюпе и Эрнест Мэдденш Вот столько замечательных исполнителей И в программе Стив Рейх, Рихард Залюпе То есть он помимо того, что является исполнителем на ударных инструментах Также еще и композитор Фредерик Макарес И одно будет произведение очень-очень известное Это композитор Арва Пярт, эстонский композитор И его знаменитое сочинение Фратрес Вы знаете, это сочинение, наверное, так же, как сочинение Томазо Альбинони А даже соль минор, лидер по использованию и по аранжировкам для всевозможных инструментов Его исполняют и для вокала, и для скрипки, и орган соло Также и Фратрес Арва Пярта Это произведение, которое существует во всевозможных аранжировках Я лично играла его с прекрасным альтистом, известным в России Это Сергей Полтавский Мы играли версии для альта и органа Есть для скрипки органа, для альта и фортепиано И вот будет версия как раз для ударных инструментов Наверняка там будут участвовать вибрафон и маримба А это такие волшебные инструменты Когда мы в нашу программу «Мелодия кино» 16 ноября в Церкви Святого Иоанна Включили произведение астропьицолы в импровизации Андрея Пушкарёва на вибрафоне Мы думали, насколько впишется именно вибрафон с его волшебным, колоритным, совершенно невероятным звучанием в эту программу И вы знаете, все слушатели, которые приходили, подчёркивали, насколько это необычно, волшебно И вот этот концерт, мне кажется, 28 ноября очень интересно посетить в Большой гильдии ударные инструменты Латвийского национального симфонического оркестра Потому что это и программа крайне интересная, и очень-очень интересные сами инструменты На следующий день, 29 ноября, также очень богатый день на культурные события именно классической музыки В Домском соборе симфонический орган Знаменитый органный дуэт «Riga Organum Duo» — это Илона Бирделе и Диана Яунземе-Портная И в программе у них произведения, написанные для симфонического оркестра В переложении для органов «Четыре руки и четыре ноги» Да, музыканты, музыкантши, как можно даже сейчас сказать Играют на этом прекрасном инструменте Домского собора И он, помимо того, что это прекрасный образец романтического органостроения В нем 126 регистров Уйма самых необыкновенных тембров, которые иллюстрируют тембры симфонического оркестра И именно еще к ним присоединится исполнительница на ударных инструментах Которая будет играть на колокольчике, на малом барабане И они все исполняют симфонические произведения Жоржа Безе, Эдварда Грига, Камиле Синсанца И, представляете, знаменитая симфоническая сюита «Пергюнд» будет исполнена целиком И на органе она звучит просто прекрасно Наверное, Эдвард Григ, если бы играл на органе, сам бы сделал эту прекрасную обработку И аранжировку для этого инструмента Также 29 ноября в бирже в Венецианском зале продолжение 19-го Баховского фестиваля Однако, несмотря на то, что это Баховский фестиваль Программа не включает ни одного произведения Ганна Себастьяна Баха А сплошь итальянские коллеги великого немца Приезжает известный дуэт, исполнитель на блок флейте Стефано Бальяно И клавесинист Массимилиано Фарачи И они исполнят произведения Андре Фалканьелли, Антонио Вивальди, Бенедетто Марчелло И других композиторов эпохи барокко, современников Иоганна Себастьяна Баха И вы знаете, Иоганн Себастьян настолько любил итальянскую музыку И он перекладывал многие сочинения, написанные итальянцами для клавира Для органа или клавесины или для клавикорда И из-за этого часто возникала путаница Например, он переложил 6 концертов 6 концертов, которые Антонио Вивальди написал для скрипки и струнного оркестра Он переложил для органа И долгое время эти концерты считались Приписывались творчеству именно Иоганна Себастьяна Баха Также 29 ноября в Торниканской церкви Международный арт-проект «И рай открылся для любви» Рустем Галич и музыканты, артисты Латвии, Германии, России Представят прекрасную программу А из музыкантов выступит Ивар Беспрозванов Ингуна Гринберга, органистка, а Ивар, конечно, виолончелист Дайнист Медяник, скрипка Санислав Соловьёв, фортепиано И сопрано Юлия Пачкалова Это драматическая сопрано Выпускница Астраханской государственной консерватории И сейчас является солисткой Волгоградского оперного театра И к нам присоединилась, наконец-то, наша замечательная гостья Инна Давыдова И я бы очень хотела предоставить ей слово и рассказать О концерте, о котором я вам немножко уже рассказала С программой Марисы Равеля 28 ноября уже завтра в концертном зале «Артиссима» Будет выступать «Вестерд Шимкус» Здравствуйте, Инна! Рассказывайте! Рассказываю! Как многие слушатели наши знают А кто-то, наверное, у нас и был уже в концертах Мы открыли 1 октября в Международный день музыки Новый концертный зал Концертный зал «Артиссима», который находится в самом сердце старого города Под крышей на пятом этаже Очень элегантного здания югинстильного «Навальню-9» И у нас там прошло много концертов Была большая первая серия концертная И мы опробовали те жанры, которые хотим развивать и впредь И один из них, естественно, это сольные фортепианные вечера Так называемые фортепианные речитали И, естественно, что одним из гостей нашей первой серии Был «Вестерд Шимкус», с которым меня связывает долгая творческая дружба И в свое время, когда он был подростком Я очень сильно участвовала в его творческой судьбе В его становлении, в помощи ему, в его продвижении У него состоялся в рамках одной из наших концертных серий Первый сольный концерт именно в фонде Германа Брауна Это было много лет назад в Доме Черноголовых И с тех пор мы постоянно с ним придумываем разные программы И он время от времени играет у меня большие концерты И вот я пригласила его Так сложилось, что он в это время был в Латвии И смог откликнуться на мое приглашение И сыграл прекрасную программу, очень интересную, очень необычную Заранее выяснив у меня, что за рояль у нас в зале Какой у вас рояль? Вот, это очень важный момент Потому что я как пианистка понимала, что без хорошего рояля Нашему залу не жить То есть я бы даже и не начинала ничего делать, если бы не было рояля У нас стоит замечательный инструмент фирмы Цейтер и Винкельман Сейчас эта компания уже не существует, поэтому это раритет Они закончили свое существование в 60-е годы 20 века Инструмент, который находится сейчас в нашем распоряжении Был создан в 1906 году Фирма в свое время выпускала очень много роялей И по звучанию, по механике, по подходу Это самый ближайший родственник Стейнвэя Но мы знаем, что с фирмами бывает так же с фортепианными Как и с любыми другими конкурентоспособными Одни выживают, другие умирают, третьи захватывают рынки Те, кто захватывают рынки, не всегда самые лучшие Они, может быть, самые оборотистые, самые предприимчивые Или просто самые изначально богатые И удачливые, естественно, то есть очень много составляющих Но Винкельман не выжил И для нас в этом смысле это еще особый пункт, скажем так Галочка в этом рояле, что рояль редкий Рояль раритетный Рояль очень долгие годы жил в одной семье в Межапарке И находился в очень хороших условиях, я бы сказала, в оранжерейных Поэтому сохранился в очень хорошем виде Мы знаем, что любое дерево Оно подвержено коррозии, как и металл Но коррозии другого свойства Это зависит от температуры и от влажности Ну, не дай бог, еще от короедов От жучка Но в данном случае нам повезло Рояль находился на столько хороших условиях Что не пострадала древесина совершенно То есть бывает так, я видела такие рояли У которых, например, изогнута крышка рояля Она просто волной такой идет Это значит, что менялась температура Температура и влажность, самое главное Что если очень сухо, а потом очень влажно Почему нас когда-то учили, что надо в пианино ставить банки с водой Чтобы вот эта естественная влажность Чтобы она поддерживалась Особенно в зимнее время года, когда работает центральное отопление Вот, и потом этот рояль переехал к девушке Одной, к музыканту И она планировала у себя дома делать музыкальные вечера Но оказалось это не так просто Да, конечно И теперь вот она передала этот инструмент нам И было очень трогательно Потому что мы через Фейсбук разыскали родственников тех хозяев Первых И они пришли к нам на открытие И у нас есть фотография совместная Это невероятно приятно И я им очень благодарна И им, и их предкам За то, что они поддерживали жизнь в этом рояле Но когда он переехал к нам Нам, естественно, пришлось приложить немалые усилия Для того, чтобы его превратить в настоящий концертный инструмент На котором сегодня может играть пианист высокого ранга Он был хороший Но там надо было поменять колки Там надо было поменять кожаные прокладочки Там надо было поменять Добавить несколько струн Естественно, мы поменяли рессоры Потому что в ту пору большинство роялей использовало колесики маленького диаметра И все, кто понимает немножко физики Сейчас поймут, о чем я говорю Эти узкие колесики, они продавят паркет И нельзя будет катать по полу этот инструмент А поскольку у нас зал такой, как это сказать, движимый Мы можем в разных конфигурациях использовать его возможности То нам, конечно, нужно было заранее подготовиться к тому, что рояль будет кататься Поэтому мы сделали полную реставрацию Мы сделали полную реставрацию Но мы сохранили молоточки Что самое главное И механика, она вся сохранилась И клавиши слоновой кости То есть все вот это так, как и было Он очень красивый У него резной пюпитр У него украшение на ножке Которое поддерживает крышку рояля Ну, он действительно необыкновенно красивый И он большой Он 2 метра 30 сантиметров То есть это полноценный Между С и Д по размерам То есть полноценный концертный рояль со всеми басами И когда я Вестерда пригласила на первый концерт Он откликнулся, потому что зал, потому что Инна Потому что надо подержать начинание И потом такой осторожный вопрос Инна, а что там за рояль? Я говорю Знаете, как в том анекдоте Приходи, увидишь Я ему сказала Приходи, рояль достоин того Чтобы на нем играл музыкант самого высокого ранга И он придумал первую программу С которой выступил у нас в октябре Именно для вот такого салонного музицирования Программа была разнообразная Красивая, очень элегантная Он сам вел концерт Рассказывал о произведениях Это было очень мило И действительно такая атмосфера создалась Благодаря его вот такому очень человечному рассказу И такому деликатному отношению к музыке, которую он исполнял Что каждый чувствовал себя единственным слушателем на этом концерте Хотя зал был переполнен И я ему сразу же предложила Следующую программу О втором концерте Именно в программе которого будет Марис Равель Вестерд Шимкус И Инна Давыдов нам расскажет После небольшой рекламной паузы И мы продолжаем нашу культурную среду В гостях у нас Инна Давыдова И мы, кстати, ее поздравляем С вручением почетной грамоты Рижанин года 2019 Спасибо И действительно этого достойно Нас радует такими потрясающими программами И летом, когда был прекрасный фестиваль в Дзинтере И сейчас открытием нового зала концертного артисима И ведь не просто открыть концертный зал А приглашать ярких, выдающихся музыкантов И молодых И при этом это всегда сложно Создавать новую площадку Про рояль нам Инна уже рассказала Но чтобы это вдохнуть в жизнь Вдохнуть жизнь в новое место Культурное место И мы поздравляем вас с открытием Артисима, расскажите, что будет играть завтра, 28 ноября Вестерд Шимкус в своей программе Ну, он заявил программу Равеля И, кстати, действительно он думал именно об этом зале Вот что для зала этого подходит И очень интересная будет программа Поскольку мы знаем, что Вестерд не только играет Но он еще и пишет музыку И сам пишет обработки, делает переложения И завтра будет звучать произведение из цикла «Отражение» Это замечательный, очень красивый равельевский цикл Такое, может быть, самое импрессионистичное произведение Из всего, что Равель написал Его причисляют к импрессионистам Ну, его также можно называть и неоклассиком И вообще всегда очень трудно ставить какое-то творчество В какие-то определенные рамки Но вот эти отражения, они как раз более импрессионистичные Поэтому, слушая эту музыку, мы сможем вспомнить Прекрасные полотна Моне, Ренуара и Синьяка Потом будет звучать изумительная пьеса Которая называется «Павана на смерть инфанты» Очень известная лирическая пьеса Изумительной красоты И потом будет звучать обработка самого Вестерда Испанской рапсодии Да, так что нас завтра ждет такая интрига музыкальная И я знаю Вестерда, понимаю, у него вообще такое мышление очень масштабное И, кстати, на прошлом концерте он играл свое приложение Смерти Изольды, из Тристана Изольды Вагнера И это было очень мощно И это было очень здорово И рояль выдержал, вот очень важно было И, видимо, он вот все понял про этот рояль Поэтому он завтра делает программу, в которой будут и, скажем так, виртуозные переливы И кантилена, то есть мелодичность Потому что у рояля очень красивый голос у нашего Прямо золотой тембр И вот эта мощь симфоническая Которую, естественно, он не упустит в этом переложении Испанской рапсодии Но Вестерд пошел по пути известных композиторов, романтиков, листов, пианистов Пианистов-композиторов, да, начиная с листа Которые делали также прекрасные обработки для фортепиано Инна, вы сказали, что у вас сегодня также лекция Расскажите нашим слушателям, что за лекция, где она будет, приглашайте Вы знаете, насколько я понимаю, устроители придумали такой формат, что в последний день уже нельзя попасть на эту лекцию Но поскольку это цикл, то надо сразу посмотреть, наверное, на сайте культурного пространства «Грата» Или у меня на моей странице в Фейсбуке есть реклама этого цикла Расскажу О чем лекция? Это культурное пространство «Грата», это выставочный зал Они имеют два помещения, основной находится на Пумпура 2 Это напротив Академии художеств А второй находится на Аусыкле Аусыкле 5, по-моему, или 7 Угловое здание по левой стороне С большими окнами и помещение в первом этаже И такая очень яркая личность Юлия Ерейсика Сама она художник и предприниматель И такая очень открытая всему новому Женщина, она уже не первый год в своем культурном пространстве делает циклы лекций на разные темы В основном это касалось изобразительного искусства в разных вариациях И вот в этом году они придумали сделать цикл лекций о музыке И пригласили меня Ну, поскольку я всю жизнь этим занимаюсь Читаю эти лекции И за плечами у меня самый разнообразный опыт в этом смысле Ну и, наверное, вот эти три года И сейчас четвертые, которые я веду циклы лекций В Национальной библиотеке Тоже дали себя знать И мне предложили цикл лекций Ну, они назвали их «Лекции о музыке» Или там «Как слушать музыку» Или там «История музыки» Или «История музыки» Я бы сказала «Истории о музыке» Скорее это будет так Потому что за семь лекций никакую историю музыки преподать невозможно Я бы не взялась И я считаю, это было бы профанацией А вот «Истории о музыке» Это да Это то, что я люблю И то, что я умею делать И то, чем я с радостью поделюсь со слушателями И вот сегодня первая лекция, она называется «Бах, властелин музыки» А следующая, которая состоится 11 декабря И вот на нее можно записаться Это «Гендель свой среди чужих» Так я назвала эту тему А дальше будут темы «Бетховен», «Моцарт», «Шопен», «Шуман» И «Вена» как одна из столиц мировой музыкальной культуры Этот цикл продлится с сегодняшнего дня до середины апреля По одной-две лекции в месяц По-моему, в декабре будет две А потом каждый месяц по одной И это такие интерактивные, как они теперь называются, мультимедийные проекты Поскольку я там использую видео И буду сама играть И они очень хотели, чтобы я сама играла Они даже притащили пианино Да, я сегодня буду играть всякие небольшие произведения Баха Буду рассказывать, буду показывать Я всегда стараюсь делать то, что я люблю И то, во что я верю Есть какая-нибудь самая любимая история о Бахе? Потому что слушатели наши сегодня уже не попадут на лекции А вот, может быть, есть какая-то прям Которую вы чаще всего любите рассказывать? У меня есть две истории Понимаете, в чем дело? Вот мне очень даже трудно сказать чаще всего Дело в том, что моя особенность такова Что я не умею идти по старым следам Поэтому, если я делаю лекцию второй или третий раз Я ее делаю заново Понятно То есть я могу использовать только цитаты какие-то Ну, может быть, какая-нибудь маленькая Ну, конечно, конечно Две истории Две истории В одну я включилась недавно Вторую я знала уже несколько лет назад Одна история касается отца и сына Бахов Мы знаем, что у Баха было очень много детей Многие дожили до зрелых лет И пятеро из них стали композиторами И один из этих пяти был очень знаменитым Ставшим при жизни гораздо более знаменитым, чем его отец Это Карл Филипп Эммануэль Бах Один из основоположников сентиментализма музыки Его называли берлинским или гамбургским Бахом Поскольку он по половине своей сознательной жизни Прожил в Берлине, а потом в Гамбурге И в Гамбурге он работал органистом в церкви И вот оказывается, что за лет 50 до того Как он стал органистом в одной из церквей Баха Простите, Гамбурга Его отец тоже претендовал на место органиста в Гамбурге И за него там ратовали все Он тогда работал в Кеттене, в маленьком городке И как раз у него умерла жена Он очень страдал, первая жена И за него очень просили Как бы его продвигали Он был протеже известных гамбургцев Гамбургчан Жителей Гамбурга Гамбургцев, можно сказать, да Гамбургцев, да И он прекрасно Он провел в Гамбурге две недели Он сыграл несколько концертов Потом его вызвал Кеттенский Леопольд Его хозяин вызвал назад Но ему обещали, что все его концерты И все его предварительные прослушивания Будут засчитаны уже как конкурсные И не получил он это место И его отдали другому человеку Гораздо менее талантливому Который внес в кассу церкви 400 талеров Правда, потом я прочитала в другом издании Что якобы гамбургские Вот гандейские города Купеческие Деньги прежде всего Оказывается, они в это время Как раз провели такой указ в Гамбурге Что прежде чем претендовать на место Работника культа Надо внести определенную сумму То есть это было правило Но во всяком случае Папе Баху не удалось Переехать из маленького Кеттена В центральный, гандейский Свободный, вольный город Гамбург А сыну это удалось Это одна история А вторая история Это история возвращения Баховского портрета Абсолютно феноменальная Интригующая И, я бы сказала, почти детективная Тут вот мы сейчас все переполошились Что из Дрезденской галереи Исчезли сокровища Пару дней назад А вот есть случаи, когда сокровища возвращаются И вот в 2014 году В город Ляйпциг Город, в котором Бах проработал Последние годы своей жизни В церкви святого Фомы И где он похоронен Вернулся единственный Абсолютно точно атрибутированный Прижизненный портрет Баха Который долгие годы Кочевал из рук в руки Как бывает часто с произведениями искусства И в 30-е годы Попал в коллекцию одного берлинского Любителя живописи Еврея Который в конце 30-х годов Должен был покинуть Германию У него были друзья В Лондоне Он поехал в Лондон И взял с собой самое ценное В том числе этот портрет И так этот портрет В этой лондонской семье И остался А после войны Этот человек уже не вернулся в Лондон И может быть следы его затерялись Это я не знаю И портрет В результате опять некоторых Движений Попал в семью Американского коллекционера Но Кто же был Кто же были эти лондонцы А это была семья Гениального дирижера Гардинера Который тогда был ребенком И он вырос Под сенью этого портрета И он участвовал в передаче Возвращение этого портрета В Лейпциге И говорил о том Что каждое утро Когда он шел в школу Он здоровался с Бахом И каждый вечер он с ним прощался И всегда находился Под его недреманным Весьма суровым оком А в Америке этот портрет Находясь в коллекции Известного собирателя живописи Находился в его доме И в одной из центральных галерей Тоже на виду И сам коллекционер В начале 10-х годов 20-го века Умер в возрасте 101 года И его жена решила Уже передать этот портрет назад Так вот она Рассказывая О своих отношениях С мужем и с Бахом Говорила, что Он был настолько влюблен В творчество Баха И в этот портрет Что ей всю жизнь казалось Что она замужем За двумя мужчинами За своим мужем и Бахом И вот и она И сэр Гардинер Присутствовали При возвращении Этого портрета в Ляйпциг А Гардинер как раз Написал потрясающую книгу Биографию Об Эггенсе Себастьяне Бахи Представляете Ее перевели на русский язык Вот я не читала еще И это огромная книга То есть мы все музыковеды Всегда говорили Какой талмуд написал швейцар Да То есть это была основная книга Для музыковедов по Баху И вот теперь появился Новый монументальный труд Гардинера как раз И я рекомендую всем К прочтению этот труд И вот спасибо за историю С портретом Она для меня уникальна Интересна И сегодня Об Эггенсе Себастьяне Бахе Инна Давыдова Будет рассказывать В начале В первой лекции Цикла Истории о музыке Который будет проходить Где еще раз? Который будет проходить В культурном пространстве Грата У них основная галерея На Помпура Можно найти в интернете Да Конечно А сегодня у нас на Аусакле И Как я понимаю Мы хотели еще Поговорить немножко Все-таки Вернемся К нашему концерту Вернемся в наш концерт Немножечко сделать еще Рассказать нашим слушателям Что будет До следующего концерта Артисима Первый концерт завтра Ближайший Где будет выступать Вестерд Шимкус В 19.00 Правильно? И билеты В отличие от Культурного пространства Грата Мы предлагаем билеты До последнего момента Перед концертом Тоже можно приобрести Зал-то небольшой На самом деле Но у нас просто Есть еще Несколько мест Мы так посмотрели И билеты Можно приобрести Либо в системе Билиж-сервис Либо завтра Перед началом Сколько мест В вашем зале? Ну будем Будем считать Что около ста И я прочитала Еще на билетший сервис Что вы После концерта Приглашаете Гостей В непринужденной обстановке Пообщаться с исполнителем Друг с другом С организаторами И То есть как бы За бокалом вина И чашкой кофе Да Мы причем Мы и кофе И вино И маленькие Закусочки Там типа печенье Или булочек Предлагаем уже С шести вечера Тем более что Рабочие дни И мы понимаем Что очень многие Идут сразу После работы К нам приходят И некоторые Уже раскусили Такой новый формат Музыкального салона Музыкального салона В принципе Мне самой Это очень близко По самым разным параметрам Я очень люблю Кормить своих гостей Я люблю их развлекать Я люблю с ними общаться И то что они могут прийти Многие из них пораньше В шесть или пол седьмого Спокойно Раздеться Выпить чашечку кофе Взять в руки бокал вина Прогуляться по всем нашим помещениям У нас их несколько Посмотреть прекрасную выставку фоторабот Анатолия Давыдова Моего сына Действительно очень хорошие фотоработы А потом уже расслабленными Настроенными на вот эту волну искусства Сесть в зале и слушать музыку Мне кажется Это дорогого стоит Это дорогого стоит Действительно А после концерта Да Завтра мы встретимся после концерта С Вестердом С ним можно будет фотографироваться Можно будет ему выразить свои восторги Взять автографы Да Взять автографы Узнать о его планах И так далее Ну 30 ноября в 19.00 в реформаторской церкви Выступает лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев из Санкт-Петербурга Программа называется «Мечты о романтике» Это фортепианный вечер И в программе у него Франц Шуберт три пьесы Сонаты ля минор Во втором отделении Роберт Шуман Венский карнавал И Ференс Лист Венгерская рапсодия В этот же день, 29 ноября Открывается пятый фестиваль Кок Сложно мне сразу его По-русски правильно сказать Пятый фестиваль исполнителей на коклы Коклы музык Звездный путь У них будет несколько концертов И это очень интересное сочетание инструментов Потому что это наподобие гусли или арфы И когда собирается Несколько сразу исполнителей Такое очень проникновенное Волшебное звучание И вот 1 декабря Как раз открытие этого фестиваля Нет, не 1 декабря, простите А, да, 1 декабря В этот Диана Яунзема Портная 2 декабря Исполнит концерт Пиккало В Томском соборе И там будет популярная органная музыка И 4 декабря В Большой гильдии Праздничный концерт Дмитрий Митицкий С оркестром И у них будет Такой венский шоу-балет Где будет Популярная музыка От Вивальди до 20 века Скажем так Такая популярная программа В Большой гильдии И Самое главное Это как раз наши гости Которые сегодня Еще раз расскажет Инна Давыдова Что у них 4 декабря В зале Артисима Будет выступать Тео Фушенере Правильно ударение сделала? Фушенере Фушенере Действительно француз Фортепиано Франция И в программе Конечно же Французские композиторы Смотрите Вестерд Шимкуст Исполняет француза Мариса Равеля Так сложилось И вот здесь опять Я так тоже удивилась Когда я поняла Что у меня в одну неделю Две французские программы Но очень разные Должна сказать Что Тео Фушенере Как раз таки Равеля играть не будет А будет играть Дебюсси Форе И Франко И еще будет играть Шопена Да Который хотя Как бы польский композитор Но он же все-таки С этими корнями И всю жизнь прожил Во Франции Таким отношением Да Французским Музыке А вот кстати Например Вот вы говорили Что у вас будет Гендель Свой среди чужих Да И как раз Все спорят до сих пор Да Немецкий композитор Или английский композитор А вот Как с Шопеном То есть понятно Что поляки Конечно для них Он родной композитор А французы Причисляют его К своим композиторам Нет Нет все-таки Французы Вообще мне кажется Французское общество Довольно закрытое И довольно Всегда было И довольно Академичное Удивительно Может быть им свои Вот трудно сказать Действительно Гендель приехал в Англию Взрослым человеком Он не просто стал Любимцем Он похоронен Он чуть ли По-моему единственный Иностранец Похороненный В Венсмессерском аббатстве И обласкан Королевой И он обласкан Он гимны Гимны сочинял Королевские То есть Он просто был Вхож Во все дома Ну По-разному складывалось Но его приняли За своего Может потому что Своих не хватало Трудно сказать Но островитяне Будучи в чем-то Очень замкнутыми В плане искусства Они как они Гайдена привечали Как они Баха Английского Одного из сыновей Баха Точно так же Любили Мендельсона Которому слава Пришла в Лондоне Удивительные вещи А что касается Французов Да Слава ко многим Там приходила Это правда Это мы знаем И стремились туда Особенно в конце 19 века И в начале 20 И живописцы И поэты И скульпторы Но вот Каким-то образом С музыкантами Франка приняли же Франк же все-таки Он же из Бельгии Он же из Бельгии Но это франкоговорящая страна Это тоже очень важно Я думаю Если вспомнить Что Его сразу не приняли на работу Потому что у него не было Гражданства французского Его отец сначала Сделал ему И потом Франка Когда собрались ему Предложить должность Выяснилось Что у него нет паспорта Французского Ну вот Видите Все не так просто С Французской сложно Мы думаем Что сейчас сложно Не с тем паспортом А в 19 веке Было то же самое Но что касается Французов Вот интересно Когда отмечался Большой юбилей Шопена В 2010 году Во Франции Было много торжеств С этим событием Связанных Но собственно Они тогда во всем мире Проходили В Латвии тоже Ну конечно Столько всего было Невероятно Программа все-таки Очень интересная Фаре И ведь его так редко Исполняют То есть Именно пианисты Потому что Камерных ансамблях Действительно Очень любят У него музыка Проникновенная И понятная Каждому слушателю А вот пианисты Чаще проходят Я честно говоря Даже и не очень знаю То что он будет играть Но я знаю Что он очень Эту музыку любит И знаю Что до того Как стать лауреатом Крупного Вортепианного конкурса В Женеве Он со своим Трио Получил Пять призов На международном Конкурсе Имени Действительно Это же и начало 19 века Фаре Затем Франк Шопен И заключение Дебюси Можно все-таки сказать Как заключение Ну как заключение Дебюси Конечно Пол жизни прожил В 20 веке Но это очень интересно Как эта программа Будет сложена И должна сказать Что этого музыканта Я получила Как бы из рук Пианистки Музы Рубацките Моей близкой подруги И музыканта Большую часть жизни Прожившего во Франции Она и сейчас там живет Она уже много лет Делает фестиваль Фортепианной Вильнюсе В своем родном городе И в свое время Я там в этом фестивале Тоже принимала участие И она всегда придумывает Интересные программы Нестандартные И много приглашает музыкантов Именно из франкоязычных стран И вот И она сидит Во многих жюри Членам жюри И в конкурсах Листа Поскольку она Очень известный Признанный во всем мире Листянец Сама Музы Рубацките И в других конкурсах Пианистов И вот Как раз она пригласила Она после женевского конкурса Вот она его выбрала Она его отметила Его считают Очень ярким Очень утонченным Очень чувственным музыкантом С огромным диапазоном Звучаний И градаций Чувств Поэтому я думаю Что будет Очень интересный концерт И вот как раз Этот француз Тео Фошенере Пианист Выступит В концертном зале Артиссимо 4 декабря И в этот же день Кстати Можно послушать Еще в Домском соборе Немецкого органиста Юргена Эсли Это выдающийся органист 21 века И в программе Мендельсон Франк И его собственные импровизации Наша программа Подошла К концу Я благодарю вас Инна За то что вы пришли И рассказали Нашим слушателям Всего доброго